всем здравствуйте меня зовут ольга вы на канале о вязании я очень рада вас приветствовать на своем канале я сегодня продолжу рассказ об пуловере изабель автором который является самому людмила обязательно оставлю ссылку на канал автора этой модели и также оставлю ссылку на обзор этой модели созданный самим автором я сегодня рассмотрю ритм прибавок по регланным линиям что от чего зависит к чему нужно стремиться и на что обратить внимание я еще раз хочу повторить что подхватывание петель вот здесь по верхней части кокетки выполнять лучше и рекомендуется каждую третью петлю если у вас очень большая грудь то тогда можно подхватывать и каждую вторую петлю но сейчас давайте рассмотрим линию реглана и с каким ритмом нужно делать прибавки чтобы прийти либо к оверсайз изделию либо более или менее аккуратному и компактному изделию скажем с небольшой свободой облегания значит первое если вы планируете вязать оверсайз изделия то замечательный ритм в каждом третьем ряду подходит для большинства фигур второе если вам не нравится оверсайз изделия то вывязывая с прибавками в каждом третьем ряду вы придете к очень длинной линии реглана а если у нас очень длинная линия реглана то соответственно у нас будет очень много петель прибавлено по туловищу да и изделие у нас неизбежно станет оверсайз изделия в которых очень длинная линия реглана свобода облегания должна быть большая если мы не создадим большую свободу облегания по туловищу а вы вяжем очень длинную линию реглана то это будет похоже на но наверное на смирительную рубашку да то есть свободы движений не будет вы будете скованы в движении а у меня сейчас регланная линия давайте я ее прям в камеру и замерю очень небольшая она у меня всего 21 сантиметр вот до начала подреза на мне 21 сантиметр ширина рукава вот так с петлями подрезами она подрезала 12 петель у меня 20 сантиметров вот а значит ширина изделия сейчас у меня 58 сантиметров а по обхвату получается 116 для меня это более чем достаточно поэтому я отделила уже рукава от туловища значит как я пришла к такому результату то есть у меня небольшая линия реглана но уже количество петель меня полностью устраивает сейчас я поясню каким образом я выполняла прибавки и какую задачу я для себя поставь поставила значит первоначальная наверное задача у меня было прийти именно к нужному количеству петель по рукаву то есть туловище про туловище наверное так будет лучше сказать я можно сказать забыла до сколько петель сюда пришло столько и пришло меня больше интересовали петли рукава значит отвязав вот такой участок буквально небольшой вот я давайте покажу как прокладывается у меня линия а подхватывая петли вот здесь и частичным вязанием я понимаю что вот за этот небольшой участок количество петель в рукаве у меня прибавилось ну скажем 4 там петли до прибавилось ли 6 петель прибавилось и понимаю что если вот этот вот участок проложить да и прибавить по 6 петель то количество петель в рукаве на небольшую регланную линию мне не хватит то есть я не приду к нужному количеству петель петель мне будет мало поэтому я начинаю менять ритм прибавок под себя вот вы всегда делайте прибавки ориентируемся только лишь на себя и это поняв на что у меня петли в рукаве не прибавляются так как мне хотелось бы я меняю ритм я начинаю в рукаве дел чаще прибавки а вот в туловище реже и посмотрите у меня как изменяется линия то есть у меня получается что рукав у меня прибавляется а туловище менее прибавляется то есть количество петель здесь растет меньше чем в рукаве поэтому изменив ритм можно прийти именно к такому результату который вы для себя видите если я видела небольшую линию реглана я шла именно вот таким ритмом если вам хочется создать длинную линию реглана то прибавки в каждом третьем ряду это замечательный вариант он подходит для многих сейчас я хочу несколько моментов еще пояснить и по вопросам и также дать рекомендацию от себя лично вот чтобы возможно упростить вам задачу и так смотрите когда многие допишут что многие отвязывают верхней части она стоит вот так колом домиком да и не ложится это значит что смены спиц вам не хватило то есть нужно еще раз больший размер спиц добавить чтобы окончательно раскрыть верхнюю часть и она легла у вас по плечам и пряжи вас возможно просто ну вот жесткая плотная и не ложится сюда нужно именно мягкая пряжа это первое и вторая такая рекомендация если вы отвязали да вот верхнюю часть предположим примеряете и понимаете что что-то лежит не так вам не нравится или еще что то значит просто не распускайте обязательно проанализируйте возможно вам нужно перенести начало рукава до куда-то туда-сюда маркерами пометили обязательно просмотрите вот регланную линию да может быть у вас здесь если полотна больше до чем хотелось бы вам то есть у вас какие-то складки здесь образуется вот так значит нужно сменить подхват петель или сменить ритм прибавок по регланной линии то есть проанализируйте отвязанный образец потому что он вам замечательно подскажет что нужно исправить и это будет просто здорово у вас будет уже заготовка на которой вы сможете проанализировать все свои ошибки еще раз прокомментирую давайте свои прибавки по регланной линии чтобы было все в одном кусочке да и так я хочу повторить что моя пряжа вообще не показатель она у меня очень толстая грубая то есть вот это просто так для ориентира начало 4 сантиметра примерно ну где-то может быть три с половиной я делаю прибавки в рукаве в каждом четвертом ряду по туловищу каждом втором потом я меняю ритм на примерно семнадцатом семнадцать с половиной сантиметров прибавки по рукаву в каждом втором по туловище в каждом четвертом то есть в рукав я чаще добавляю а в туловище реже также я хотела вам показать как таким образом я переснимаю петли рукава и петли подреза вот видите все монолитно очень аккуратно я оставлю ссылку на видео в котором я этот момент показываю очень очень подробно очень удобно когда у вас есть вот такая фиксация да вы сможете любую секунду примерять и не бояться что у вас растянутся петли или слетят петли и когда мы переснимаем петли подреза они у нас вот на такой цепочке все очень просто разрезается вот эта нитка и спускаются петли подреза и переснимаются петли рукава ты все очень очень удобно по артикулам пряжа я хотела бы знаете сразу сказать что я не буду рекомендовать вам никакую пряжу однозначно вы для себя это должны решать всегда самостоятельно я не хочу брать на себя такую ответственность я наверное только вам подскажу следующее если вам все-таки хочется как-то сориентироваться с тем или иным артикулом вы сможете это сделать если в любой поисковик наберете изабель пуловер и поисковик выдаст очень много воплощение этого изделия и возможно вы найдете изделие связанное из вашего артикула то есть нужно немножечко поискать и возможно это вам поможет сориентироваться в оригинале присутствуют карманы не знаю насчет карманов я не решила потому что пряжи все-таки грубовато посмотрим как это все будет лежать единственное наверное хочу добавить сюда разрезы и обработать их контрастной нитью вот здесь но я стараюсь конечно пояснить это обработка вот эта обработка она выполнена однотонным цветом вот так изнаночная сторона выглядит но я думаю что контрастным будет очень хорошо смотреться мне прям вот кажется что это подойдет посмотрим или же или же возможно вот сюда лампасы добавлю вот сейчас я немножечко отвязала и могу переступить вот такие контрастные лампасы это лицевая сторона это изнаночная ну я на образце да так можно сказать пробовала как это будет выглядеть вот ну я думаю может быть этот вариант сюда применить потому что у меня пряжа она очень богата на различные вот эти вот крапинки да все вот они разных цветов и оранжевый желтые и синие и зеленые зеленые я имею ввиду такие прям ярко зеленые так что мне можно применить сюда различные контрастные вставки добавки и так далее далее я продолжу вязать вниз изделия рукава здесь я думаю никаких вопросов ни у кого не должно возникнуть на сегодня все не бойтесь экспериментируйте с прибавками обязательно почаще примеряйте всего вам самого доброго пока пока